Сейчас будем это обсуждать так же, как один из вопросов с нашим гостем Илья Винявкин, историк, тренер по коммуникациям. С нами на связи Илья, приветствую вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы поговорим, Илья, чуть позже о том, как разговаривать с родственниками, которые, ну, все-таки так пропитались и впитали в себя российскую пропаганду. И стоит ли с ними разговаривать, возможно, на какое-то время сделать паузу и прекратить общение. Возможно ли, это позже будет. Но если мы говорим о российской пропаганде, как она изменилась и изменилась ли она с 24 февраля, вот по вашему мнению? Ну, я сразу скажу, да, что я, значит, стараюсь не очень пристально за ней следить, не всегда хватает, наверное, сил и какого-то психического здоровья. Но она, безусловно, меняется, да, меняется набор каких-то основных сообщений, да, то есть вот вы в ролике про это говорили, что пропаганда должна адаптироваться к тому, что происходит на фронте, предлагать новые версии событий. Но основная картинка, мне кажется, не изменилась, что есть враги, значит, есть мы, то есть она все равно делит мир на наших и не наших, и создает картинку, при которой, значит, единственный способ как-то выжить для россиян – это вот победить этих злых, значит, украинцев. И для этого нужно прикладывать все усилия. То есть она по-прежнему выполняет свою основную роль – это разделять людей на своих и чужих и показывать, что нету никаких иных способов, кроме как вести вот эту войну до полного уничтожения. Меня всегда просто удивляет, на самом деле, я не перестаю удивляться, хотя, наверное, уже пора давным-давно принять этот факт, но как вот в головы всем людям, которые остаются в России, которые не выехали так или иначе, большинству, точнее, не всем, а большинству, как можно вбить эти постулаты пропаганды, которые сами себе противоречат, чистый Оруэлл местами. Неужели настолько аудитория так подвержена влиянию телевизора и вообще не понимает каких-то альтернативных способов и возможностей заглянуть с другой стороны? Ну, это же, в конце концов, не Советский Союз, где было два канала, ну, а в Украине три, да? Первый, второй и УТ-1. И все. И газеты у тебя есть исключительно советские. Но есть же альтернативные источники информации. Ну, неужели так всем лень, либо настолько недоразвито общество, что не умеет пользоваться другими способами получения информации? Или в чем проблема? Ну, у меня здесь, наверное, ответ для вас, скорее, какой-то не очень радостный. Вот тут, скорее, я бы тут подумал про то, откуда у нас вообще есть представление о том, что правда имеет настолько большое значение. Ну, вот мы видели, например, на ситуации с ковидом, да, когда, как бы, не было такой ситуации, когда у вас есть диктатура, да, или у вас есть мощная цензура. Нет, у вас, ну, как бы, во всем мире была ситуация, когда были проверенные источники информации, был какой-то научный консенсус. И все равно было очень много миллионов людей в самых разных странах, которые ковид отрицали. Да, то есть было очевидно, что им недостаточно просто, там, ну, как бы, объективного знания. И мне кажется, что это важно, да, что есть какой-то процент людей, которые, там, сами разбираются, сами приходят к каким-то выводам. Но вообще так работает, как бы, не везде. Наоборот, очень часто бывает, что люди, которые, в которых есть какое-то критическое мышление, они, наоборот, там, могут впасть в какую-то конспирологию и создать картину мира, в которой все, как бы, не так, как есть. Да, просто потому, что они, наоборот, стремятся к каким-то сложным объяснением реальности. Вот, и мне кажется, здесь, как бы, та штука, с которой мы имеем дело, она простая, да, что людям очень часто важно не, что на самом деле случилось, не какая-то правда, а им важны отношения, им важен ответ на вопрос, кто они. И, ну, то, например, да, что если я, не знаю, живу в каком-то городке, вокруг меня все верят, или, по крайней мере, публично верят, то, что, не знаю, Россия имеет все причины воевать с Украиной. Дальше у вас вопрос, как бы, это кто я? Вот хочу ли я почувствовать себя другим? Да, вот если я сейчас признаю, что это все не имеет никакого смысла, то это значит, что мне нужно жить в какой-то другой жизни, да, мне надо ее менять. И это скорее вопрос про то, есть ли у этих людей выбор, значит, вынесут ли они другую реальность. Вот если я живу, и тут понимаю, что все это, все это ложь, все это не так. Есть ли у меня возможность жить в какой-то другой жизни? И кажется, что это скорее про это, да, про то, частью какого сообщества или сообщества мы себя ощущаем, и какие у нас есть возможности. Потому что очень мало кто готов выбрать правду в этой ситуации. Сказать, окей, даже если вокруг меня никого нет, кто думает так же, даже если у меня нет никаких возможностей изменить свою жизнь, я все равно считаю, что правда она не такая, как говорят все. Ну вот, Илья, вот в продолжение того, что мы сейчас с вами обсуждаем, но что же получилось на самом деле? Вот это российская фабрика лжи, фейки, да, которые там распространялись, в то же время и российская пропаганда, она сейчас, ну, скажем так, лично для тех, кто озвучивал определенные вот эти истории из фабрики лжи, они сейчас же, они в первую очередь проигрыши, да, потому что вот эта история связана, например, с триумфом российской армии, быстрым, да, мимолетным, которая была там 10 месяцев и накануне до 24 февраля, она превратилась во что? Теперь приходится каким-то образом искать альтернативные варианты ответов на то, что же все-таки происходит по определенным населенным пунктам и так далее, и так далее, и находятся определенные ответы, да, вот как мы слышали от Скобеевой, но кто же знал, что 50 стран будут на стороне и будут помогать Украине? Ну, мы же не знали, и кто же знал, что у нас такая маленькая армия, как она говорит? Ну, то есть сейчас ведется разговор о том, что мы на самом деле ничего не знали, а вот и история. Незнание приводит к тому, что фабрика лжи, она расширяется, и вот непосредственно участники сейчас, им приходится каким-то образом эту фабрику лжи выворачивать на незнанку и преподносить по-другому. И, возможно, в связи с этим есть информация, что в 2023, то есть уже в наступившем году, вот такие вот политические шоу даже будут сняты с эфиров. Как вы считаете, в связи с чем? Ну, слушайте, я не знаю, откуда эта информация. Мне кажется, что политические шоу с эфира не снимут. Кажется, они работают и работают совсем вполне успешно. По крайней мере, у них явная какая-то аудитория. Они уже привыкли адаптироваться к изменяющейся реальности. То есть задача таких шоу действительно все время производить способы мыслить и говорить про события так, как это выгодно властям. Поэтому, мне кажется, это как раз для такого рода шоу нормально. Их задача, что бы ни случилось, делать вид, что все происходит так, как и должно быть. И вот эти объяснения они предлагают. Ну, опять же, мы все-таки исходим из того, что большинство людей, которые такие шоу смотрят, они не аналитики, у них нет задачи. Как бы нам не было из-за этого плохо и досадно, но вообще они не то, что сидят и думают все время про войну и про Украину. Вот они слышат какое-то количество объяснений, ну, дальше они могут видеть нестыковку. Но, наверное, у них все раскладывается картина, что в глубине души мы все равно все делаем правильно. Ну и дальше какие-то аргументы они из телевизора набирают. То есть все равно ситуация, при которой какая-то объективная реальность или правда эту реальность пропаганды разбивает и пропаганды перестают работать, мне кажется, что это невозможно. Нужно, чтобы что-то случилось. То есть нужно, чтобы у людей появилась какая-то возможность что-то делать, совершать какой-то выбор, который бы противоречил тому, что пропаганда предлагает. Вы знаете, я в дополнение просто слушал внимательно вопрос Лейлы и вспомнил такую расхожую уже шутку, которая такая грустная шутка, которая может быть далеко и не шуткой, что когда Россия говорит другим странам, так вы нам обещали не мешать в вопросе Украины, а вы сейчас всячески поддерживаете Украину вооружением, финансами и так далее. А другие страны говорят, так и вы же обещали, что все закончится за три дня. Украина выстояла, а дальше нам пришлось отвечать. Так вот, по поводу влияния вообще России в мире, я напомню, что Евросоюз в согласованном девятом пакете санкций ввел ограничения против четырех российских каналов. В странах ЕС, в частности, лицензии на вещание лишились Первый канал, а также Россия-1, РЕН-ТВ, НТВ и НТВ Мир. Сейчас можем послушать цитату и продолжим. Ну, собственно, думаю, что уже цитаты и не нужно. Я сказал все, что важное было в девятом пакете по каналам. Я вспомнил, по Соединенным Штатам часто приходилось общаться. Допустим, есть радио для эмигрантов, которые приехали абсолютно из разных стран. Бывшего союза. Там есть и россияне, там есть и представители Молдовы и так далее, которые, слушая так или иначе, что происходит в Украине. Так вот, многих не удается убедить. Вот они живут в Штатах, но при этом они влияно поддерживают, например, Путина и его специальную военную операцию, какую он ее называет. Собственно, это война. Откуда тогда там берется? Мне кажется, что тогда... Ну, это же не только Штат, Германия, Франция, поверь, там точно так же есть в Италии, есть те, кто, ну... Ну, допустим, даже если запретили эти все каналы, все равно, если человек хочет получать информацию, которую он привык от Скобеева, он ее все равно найдет в любом случае. То есть вопрос только в личных симпатиях. Например, я жил в Советском Союзе и был пионером, соответственно, я люблю Путина сейчас, да? И дальше я буду воспринимать только через призму Путина всю Россию, ее действия в Украине. И, ну, собственно, тогда не в пропаганде дело получается. Я правильно понимаю? Нет, смотрите, пропаганда имеет значение. Пропаганда создает язык и вот эту систему аргументации. Другое дело, что так работают любые медиа. Мы называем пропагандой скорее те медиа, которые специально искажают картины мира. Но вообще любые медиа создают какие-то картины мира. И проблема в том, что люди выбирают ту или иную картину мира и тот или иной язык объяснения того, что происходит, не потому что у них там внутри есть какой-то инструмент, который идеально позволяет определить, где правда, где ложь. Они выбирают ту картину мира, которая больше их поддерживает, больше поддерживает их понимание того, кто они. То есть если у вас есть иммигрант, который приехал в Америку и считает, что он русский, и для него важна связь с родиной, то он будет поддерживать, ну, то есть с большой вероятностью, он может быть за ту картину мира, которая говорит о том, что его родина великая, все делает правильно и так далее. И для него эта связь важнее. Для него, потому что признать, что эта информация неправильная, для него приведет к тому, что он должен сказать, что нет, моя родина неправа, или вот эта важная для меня связь, она какая-то неправильная. Людям это тяжело. То есть им, когда они воспринимают информацию, им важно не что случилось на самом деле, а им важно, кто они в этот момент. Им важно понять, насколько это поддерживает вот эту их идентичность. То есть и в этом смысле просто чистой правды, или чистым информированием, с этим как бы нельзя справиться. нам нужно понимать, вот почему для людей так важно в это верить. Илья, и все-таки возвращаясь к тому, с чего мы начинали, когда мы говорили тему, которую сегодня будем с вами обсуждать как итоговую, потому что действительно 10 месяцев для многих семей привели к разрывам связей. Так называется, кстати, фильм, о котором мы когда-то говорили, очень хорошее документальное кино, реальное кино сделало, и можно посмотреть этот материал, фильм Андрея Лошака о разрыве связи, где действительно идут и показываны, так называемые, как я говорю всегда, свидетельствования мамы и дочки, да, у которых абсолютно различные мнения. Я сейчас просто зрителям напомню, хотя я советую посмотреть, потому что прекрасная работа Андрея Лошака, и достойно, и необходимо, чтобы это посмотрели, увидели, как действительно происходит разрыв связи между поколениями. И, кстати, не всегда зачастую молодое поколение, да, там выступает против войны, а старшая за. Нет, абсолютно не так, и что происходит в российских семьях, необходимо это посмотреть. И скажу так, в большинстве своем, в семьях, которые показаны в этом фильме, они прекратили общение, я вот к этому хотела привести, да, что, ну, все-таки произошел разрыв связи, поэтому и название, да, логичное. Все-таки, как вы считаете, необходимо, то, что я говорила вначале, я хочу так очень аккуратно и толерантно, прекратить общение между родственниками, либо же все-таки каким-то образом, особенно сейчас, когда прошло определенное время, да, уже вот скоро будет год, как началось это полномасштабное вторжение 24 февраля, либо же все-таки вот когда прошел определенный термин, необходимо все-таки налаживать какие-то определенные связи и попытаться в очередной раз сказать, что же на самом деле происходит. Как быть в этом вопросе? Подскажите, пожалуйста. Значит, как я на это смотрю? Мне кажется, что отношения с близкими людьми – это супер важная для всех, для нас вещь, да, и если у нас эти отношения разрываются, мы страдаем, да, ну, то есть какая-то важная часть нашей жизни, она оказывается там под ударом. Поэтому, конечно, мне кажется, что важно разговаривать с близкими людьми. Я тут подчеркну не то, о чем я сейчас буду говорить, это не вообще про разговор со всеми, не с… Это то, как мы разговариваем с людьми, которые нам дороги, очень сильно отличается от того, как надо разговаривать с людьми, там, не знаю, в Фейсбуке или там с людьми, которых вы просто встретили и которые верят в какую-то ерунду. Вот, если у вас есть близкий человек, и вам кажется важным отношения с ним сохранить, то у нас есть способы это делать. То есть есть, условно говоря, модели, которые помогают такие конфликты решать. Единственное, там есть важная штука, да, что, во-первых, нужно для себя признать, что такая цель у вас есть, что вам эти отношения важны, что вы хотите попытаться их сохранить. Второе, вам нужно признать, что это сложный и болезненный для вас процесс, и он от вас потребует много усилий. И я вот тут как бы не могу никому рекомендовать сейчас, потому что там первый вопрос, на котором нужно ответить, а есть ли у вас сейчас силы, у вас сейчас хватит, не знаю, последовательности, спокойствия, энергии, такта и любви, тратить время и пытаться говорить с другим человеком явно на эту непростую и болезненную тему. Потому что может получиться, что все станет еще хуже. Если у вас такая цель есть, если вы говорите, окей, я хочу эти отношения сохранить, если они для меня важны, то можно попробовать дальше двигаться и делать набор шагов. Там одна важная штука, что если вы эти шаги делаете, то вам не нужно пытаться рассказать человеку, что происходит на самом деле. С этой установкой у вас не получится ничего изменить, если у вас уже есть конфликт. Потому что если у вас этот конфликт есть, если вы перестали говорить, то нам нужно признать, что у вас разные точки зрения, что у вас уже вот эти, как бы ваши правды не совпали. И если вы будете еще дальше пытаться туда идти, рассказывать, а вот на самом деле вот так-то, а ты во всем не прав, а посмотри, значит, ты уже 10 месяцев не прав, и тут не прав, и здесь не прав, то это только вызовет отторжение. Человек будет защищаться. Уточнение хочу. Это же, ну, назову это схемой, да, или вариант, который вы сейчас озвучиваете, ваше мнение, оно также мы можем его все-таки использовать в вопросе общения украинцев, которые сейчас находятся в Украине, да, и которые имеют родственников Российской Федерации, и которые, ну, абсолютно разорвали отношения, разорвали связи. Либо же все-таки, ну, это по-другому должно быть, исходя из того, что Российская Федерация продолжает агрессивную войну, ракетные обстрелы и так далее. Ну, то, что я рассказываю, это в каком смысле? Это универсальная рамка, которая придумана для того, чтобы разрешать конфликты. Но, опять-таки, да, мы ее можем, использовать, если вы хотите, если вы для себя понимаете, что вам почему-то нужно из этого состояния конфликта выйти. Я совершенно не буду вас убеждать, что вам, да, если вы оказались в этой ситуации, нужно этот конфликт решать. просто тут, к сожалению, такая штука, из которой, ну, как бы, есть какие-то вещи, которые вы можете сделать, а какие-то вы не можете сделать. Вот я точно, как бы, знаю, да, что если у вас уже этот конфликт случился, то от того, что вы будете еще раз, там, не знаю, присылать ссылки на то, как оно на самом деле, да, или, значит, пытаться как-то, не знаю, информировать этого человека, да, то есть ему какие-то доказательства приводить, то он с очень большой вероятностью эти доказательства не услышит. Вот. И как бы нам не хотелось обратного, да, то есть вы, если вы будете пытаться говорить, вот, а на самом деле вот так-то, то с большой вероятностью вы вызовете, вот в этой точке, отторжение. В целом, вот, как бы, та модель, о которой я говорю, она допускает того, что вы можете обсудить, а что там на самом деле. Просто для этого нужно проделать большую работу. Вам нужно убедиться, что человек вас слышит. Скорее всего, в самом начале он не будет вас слышать. И вот нужно проделать какую-то большую работу, проделать целый ряд шагов, и после этого тогда вы уже сможете обсуждать, что там на самом деле происходит. Но в начале для вас это возможно закрыто. Ну, на самом деле никто не хочет ощущать, что он не прав в той или иной ситуации. Это очень природное чувство. Ну, и давайте еще одну тему поднимем, важную. Россияне планируют открыть на временно оккупированных территориях Украины центры подготовки пропагандистов. Один из таких хотят создать в Бердянске. Там до 1 сентября рассчитывают провести переподготовку учителей истории и русского языка, сообщают в Центре национального сопротивления. Там подчеркнули, что приоритет выбранных специалистов четко демонстрирует, на что делает акцент русская школа, а именно на изучение якобы правильной истории и языка. По данным Центра, на временно оккупированных территориях возник дефицит педагогов. Большинство украинского персонала отказались работать на россиян, поэтому туда привезли учителей из Российской Федерации, которые занимаются русификацией украинских детей. Однако оставаться на постоянной основе они не хотят, несмотря на большие выплаты. И тут бы хотелось не о самом процессе. Тут понятно, что навязывает Россия. А почему не хотят оставаться, несмотря на большие выплаты? Потому что украинская армия не сегодня-завтра освободит, например, город, и тогда учителя эти так называемые сядут за то, что они были точно такими же оккупантами на украинской территории. Или в чем проблема? Ну, слушайте, тут надо бы с этими людьми поговорить. Но мне кажется, что это как раз важная вещь, что помимо того, что люди говорят, еще очень важно, что они делают. Поэтому мы же видим, что количество людей, которые добровольно пытаются попасть на войну и хотя бы по своей воле воевать с украинцами, их не очень много. Тут еще тоже важно разделить. Есть какие-то мнения и убеждения, которые приводят к действиям, а есть, которые нет. Поэтому в каком-то смысле, мне кажется, что многие люди вполне себе понимают, что та работа, о которой мы сейчас с вами говорим, когда нужно поехать и заниматься пропагандой, это именно и пропаганда, это не трансляция какой-то... Ну, короче, это какая-то не очень хорошая работа. То есть она рискованная, она опасная, в ней нет особых бонусов, и просто чисто деньгами она не закрывается. То есть, может быть, надо или очень много денег, или нужны какие-то другие гарантии безопасности. То есть люди, как правило, как бы не настолько дураки. То есть, не знаю, что если мы говорим про какие-то поступки, когда дело доходит до того, что нужно совершить реальный выбор, рисковать своей жизнью или не рисковать своей жизнью, мы понимаем, что люди реагируют по-другому. Тут как раз пропаганда, она не всегда хорошо работает для того, чтобы мотивировать людей что-то сделать. Поэтому мы не видим какой-то волны людей, которые записались с добровольцами в российскую армию и хотят ей пойти воевать. Поэтому есть большая разница. Вы хотите, чтобы люди просто соглашались, кивали и говорили, ну ладно, вот так вышло, и мы эту картину поддерживаем, или вы хотите их мобилизовать? Да, вот сейчас мы видим, что российское общество мобилизуется не очень хорошо. В смысле, что у вас много людей, которые говорят, ну окей, но в целом они скорее все равно выбирают то, что они там деполитизируются. Они говорят, нет, нет, это меня особо не касается, там, конечно, всех нужно мочить, ну ладно, но без меня. И это тоже важно. В этом смысле пропаганда не работает. Я сегодня вспоминала реальное кино в настоящее время. У них есть возможность общаться иногда с жителем Российской Федерации на улицах, да, и это то, о чем вы сейчас говорили. Очень часто, когда адресуется вопрос москвичам, ну, либо же жителям, очень часто просто в Москве такие опросы проходят, либо же жителям других городов на вопросы, что вы думаете по так называемой специальной военной операции, по так называемой, это я уже добавляю от себя, многие отвечают, я не разбираюсь в политике, я не разбираюсь в политике, и убегают. Это очень частые вопросы, я так понимаю, это такой тоже уход от реальности. Я вам очень благодарна, и мы благодарны за участие в нашем эфире. Илья, будем рады очень видеть и обсуждать еще ряд тем. Илья Винявкин, историк, тренер по коммуникациям был с нами на связи.